Это уже победные кадры. А сюрпризы в Белгороде начались еще до финала. Если Зенит по привычке не испытал особых проблем с локомотивом, то в битве другого полуфинала хозяева неожиданно проиграли Кузбассу. Это означало, что за кубок будет настоящая битва. Молодой клуб из Кемерово творил на площадке чудеса. Прошли по краю лезвия, но не сам как результат, как внутренность команды. Меня беспокоит ее физическая стадия перед чемпионатом мира. Волейбольным языком команда пустая. Победа, та волевая победа для характера, конечно, это шаг плюс. Проиграли Зениту. Здесь команды играют с нами на равными. Наше время, скажем, явного фаворита. Хочу сказать, ушло. Мы не можем жить с этой мыслью. В преддверии дня рождения главного тренера драматургия финала превзошла все ожидания. Кузбасс легко берет стартовый сет, и только дополнительный тайбрейк помог Зениту сохранить статус чемпиона. Очень чувствовалась энергетика положительная. Вернинг, которые стояли на замене, прям видно было каждый розыгрыш, как они переживали, как они кричали. Как-то уже Никита Алексеев чуть не выбегал на поляну после выигранного, проигранного очка. И там все вскидывали руки и брались за голову. То есть было все. Была команда действительно. Седьмой Кубок России пополнил богатую коллекцию побед, где уже 9 титулов чемпионатов страны и 5 трофеев Лиги чемпионов. Отпраздновать не получится. Команда прямым рейсом отправилась из Белгорода в Тулузу, где уже 6 декабря они сыграют стартовый матч Лиги чемпионов. Такова судьба лучшей команды страны и Европы. Совместно с клубным телевидением «Зенита» Алмазга-Фиатов ТНВ Белгород. Субтитры подогнал «Симон»